А есть что-то в жизни, что вы любите больше, чем театр? И любите ли вы театр? Умеренно. И никогда не выходите из себя? Выхожу, но стараюсь возвращаться. Впервые за 17-летнюю историю фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге возник фестиваль «Монография», посвященный творчеству одного человека – литовского режиссера с мировой известностью Эймунта Саня Крошуса. Фестиваль стал подарком не только и не столько к 55-летию мастера, сколько радостным событием для тысяч и тысяч зрителей. Писать о спектаклях Ня Крошуса лучше всего стихами. Обычными словами их рассказать невозможно. Это все равно, что раскладывать мелодию на ноты. Обычными словами можно рассказать, что Эймунт Саня Крошус – лауреат множества национальных и международных фестивалей. Лауреат государственных премий Литвы, СССР, России. Национальные театральные премии России «Золотая маска» и премии Станиславского. Он был признан лучшим режиссером Европы, а его режиссура названа новой театральной реальностью. Это премия Союза театров Европы. «Балтийский дом» представил 7 спектаклей из репертуара театра «Минофортос» и видеопоказ ранних постановок. Получилась антология. Почти две трети из созданного режиссером. Весь Ня Крошус. Тот самый, из-за которого на одном из фестивалей студенты вышибли входные дубовые двери Балтийского дома, чтобы попасть на Гамлета. Театральные сочинения Ня Крошуса – как великие книги. Сколько их ни читай – все, как в первый раз. Ня Крошусу подвластно все. Он может зримо показать то, что по определению невидимо. Никто в современном театре не умеет сказать о любви так, как почти бессловесный Ня Крошус. Каждая из его постановок уже успела стать классикой, а всего-то прошло лет 10-15. Гамлет, Макбет, Отелло в режиссуре Ня Крошуса составили целостную трилогию и звучали на фестивале премьерно «Откровением». Литовский режиссер умеет вычитывать шекспировские метафоры из самого текста и с неотразимой силой овеществлять их на сцене. Шекспироведы утверждают, что Ня Крошус идет дальше и глубже, за границей текста и за пределы авторских метафор, словно он наделен даром проникать к первоосновам, почувствовать, увидеть в своих снах подтаенные суть и смысл и передать их в ошеломляющих метафорах спектакля. Шекспировские постановки литовского режиссера просто грандиозны. Когда он начал работать в начале 80-х годов в Вильнюсском молодежном театре, где вообще-то и сформировался феномен его режиссуры, мое поколение театральных зрителей, мое поколение театральных критиков, мы просто заразились этим театром. Это было даже какое-то наваждение. И иногда это мешало принимать спектакли других режиссеров. И, может быть, поэтому, так шутя, можно сказать, что даже почувствовала какую-то потребность сказать все, что я знаю, что я чувствую о театре режиссера Эймунда Саникрощиса, чтобы как-то от него освободиться. Я все еще продолжаю находиться под талантливым диктатом этого режиссера. Если говорить о его работах в театре-студии «Мянофортес», то я, конечно, бы выделила трилогию Шекспира «Гамлет, Макбет и Отелло». Это ощутимый вклад в наше знание о поэтике шекспировского, текста шекспировской драматургии. «Макбета!» эта эстабская драматургия «Мянофортес» Не шалампус. Негали неку блогу лемт. Негали неку блогу лемт. Не геро. Не геро. Если блога лемт ёсу. Если блога лемт ёсу. Та камни шлове. Та камни шлове. Ман жада. Шишиня. Шишиня. Мы имеем дело с огромным количеством партнёров, режиссёров. Мы проводим фестивали. И часто бывают стрессовые ситуации. И сколько я слушал истерик. Сколько я слушал вопли, визгов, хлопаний дверьми. Самыми маститыми режиссёрами. Фура, который сейчас на этот фестиваль с декорациями. По вине таможни. Латышской. Потом российской. С декорацией. Спиралка Габрит. Которая мы открывали фестиваль. Опоздала на двое с половиной суток. Вместо двух суток репетиций. Они имели два часа репетиций. Ни звука. Ни обиды. Ни нервов. Всё было безукоризменно. Спокойно. Интеллигентно. И выдержано. Поэтому дай Бог каждому такого партнёра. И дай Бог каждому ту степень интеллигентности, которая есть у Эмтос Некрошеса. Судья, судья. Вернее помёршь меня? Ищи. Это только желание тебе. Это только свет, оно не бессильный, а мы кр backdrop. Осторожно. Скажи saker о том, что внутри gets оснаurена. Это и вкус, не вamerу. И некроша. Жорде б Σипсу и запрещу». Нет. Вот так так. Не так. Жалуждая, ману жоджей. Судья, судья. И не пандали шаганес. Как человек он замкнутый, но честный, понимающий, но несуетливый и любящий своих напарников, друзей по профессии и актеров, но никогда им не угождающий, а всегда чуть-чуть с такой отцовской жесткостью. Относящийся к ним и к другим коллегам своим. При работе с Некрошесом у меня всегда есть, всегда есть такое мое, но моя позиция такая, что меня там было бы как, возможно, меньше или чтобы вообще меня там не было. Есть только я как исполнитель, который помогает Некрошесу сделать спектакль. Я тот же исполнитель, как актер, как художник. Я не могу войти в его полное состояние, чтобы понять так глубоко это все, что он придумает в спектакле. Субтитры создавал DimaTorzok По сравнению с молодостью, когда учился, я не могу представить, что так уже много работаю в театре. Такой большой контраст. Я не имел мечты что-то сделать, что-то... И до сих пор у меня нет. Может быть, этот контраст... Как вы воспринимаете свою работу, как творчество или как работу? Иногда не хочется работать, но заставляешь. И этот момент, я не знаю, как его назвать. Наверное, наша профессия творческих мгновений бывает не так много, чем каждодневная, даже рутинная работа. Минафортос много ездит по всему миру. Сам же Некрошус рутинную работу предпочитает заграничным гастролям и фестивалям. Балтийский дом в Санкт-Петербурге – исключение. Начиная с третьего фестиваля, он бывает здесь всегда со своими новыми работами. Иногда репетирует спектакли. Ведь своего зала в Вильнюсе Минафортос не имеет. Кстати, и премьера нового спектакля «Мастера идиот» состоится, конечно же, в Петербурге, на следующем Балтийском доме. В организации театрального дела можно многому научиться у театра Минафортос. Оказывается, возможно существовать в условиях антрепризы и оставаться театром высочайшего художественного уровня, театром экспериментальным. Хороший вопрос, конечно. Я тоже себе сам задаю иногда вопрос. Меня спрашивают, какие у тебя обязанности. Я говорю, ну, я Таурус. Потому что, ну, действительно, нужно какие-то вещи предугадывать, просто чувствовать его как в репетициях, так и до репетиции, в подготовках к репетициям. И уже конкретно в спектакле. И вообще, когда мы работаем над новым материалом, над новым спектаклем, нужно просто... В мире своих способностей и способностей и понимания, просто... Вместе пытаться, пытаться угадать и вместе с ним творить. То есть это, ну, касается всего, там, и музыки, и литературы, и какие-то дополнительные информации, и, не знаю, вещей, которые потом приходят на сцену. Все-все-все-все-все. В глубине души, конечно, я рад, что посчастливилось. Мы столкнулись 20 лет тому назад и стали друзьями, и стали работать. Очень ценю эту возможность работать нигде-нибудь. Опять же, понимаю, что это все предложения, контракты, возможности приходят с того, что не крошусь, если не крошусь, но столько их приходит, что приходится действительно сильно и много работать. Вот сейчас мы готовимся уже к тому, что будем делать в конце 2009 года. Уже в подходе к обсуждению его спектаклей мы начинаем невольно благогореть. По счастью, этого не происходит, потому что, когда были московские премьеры спектаклей «Песнь-песни», критика была не единодушной. И вот Фауст, его последний спектакль, он тоже вызвал разные поначалу отношения, когда он длился 8 часов. Потом спектакль был сокращен, сейчас он идет 4 часа. Так что, безусловно, нет. К нему и относятся все-таки не как классику, а как очень большому режиссеру сегодняшнего современного театра, который волнует. И все жарко обсуждали Фауста. Ну как это поставить Фауста Гёте? Никто на это, в общем, не замахивался, никто не пытался это сделать. А у него там Бог, Господь Бог появляется на сцене в белой рубашке и начинает вращать земную ось. Это какой смелости художественной нужно, в общем, обладать, чтобы на это пойти. Я не сказала бы, что какой-то курят ему фемиам. Он, безусловно, живой режиссер, который волнует сегодня, который вызывает споры до сих пор. Хотя Некрошус – это уже принадлежность мирового театра, это уже классика, это тоже верно. Обратите внимание, какую большую драматургию, серьезную, берет Некрошус и Библия. Весь Шекспир поставлен, Чехов, он разговаривает с великими собеседниками. И главное, ему есть что сказать. Он не просто берет эту пьесу, но он смотрит на нее по-новому. И, может быть, это даже и слишком смело прозвучит. Но в этом диалоге режиссер и драматург, он выступает равным собеседником, равновеликим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Константин Треплев в «Чеховской чайке». Он говорит, что он не может выносить театра, в котором люди живут, едят, пьют, носят пиджаки. И все это делается для того, чтобы добыть из этого театра какую-то удобопонятную, полезную в быту мораль. Именно здесь то другое качество театра, которое открывает Некрошус. Он не хочет вот этой удобопонятной морали. Он не хочет понятных человеческих историй. Он хочет стихии человеческих чувств. Актеры Некрошуса играют лучше, чем любые звезды. То есть понятно, что звезды в нашей традиции, там, вот, в славянской, они как бы сперва бывают хорошими театральными актерами, а потом они становятся кинозвездами. Обычно это бывает так. Очень часто они при этом утрачивают качество хороших театральных актеров. И сами это понимают. У Некрошуса, я думаю, что это самый высший уровень именно хорошего актерского существования. И я бы сказал, что разница тут такая. Они пропускают, как бы, вот такую бытовую, обыденную середину. Они играют очень много чувственного низа и бытийного верха. Вот бытового существования нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Вас называют альтер-эго режиссера Некрошуса. Меня называют так давно, и я уже к этому привык. Хотя, как бы, пытался, вроде бы, сопротивляться. Говоря о том, что у нас характеры различные. Мы редко вообще в жизни общаемся. Не ходим оба в кино. Не ходим в баню оба. Ну, все-таки меня так называют. Ну, что поделаешь, ну, если так людям нравится называть, ну, пусть будет. Я не против. А тяжело ли работать, играть в спектаклях Некрошуса? Да. Тяжело. И физически, и эмоционально. Ну, во всяком случае, я и не выгляжу на какого-нибудь воробья, который прыгает по тротуару. Так и не выгляжу котом, пробежавшим по сцене. Тяжело, актеру, безусловно. Положил мне ногу на бедро? Потом, вздохнув, пролепетая. О, горе, зачем ты в руки, мавра, отдана? Мавра, мавра, мавра! Вы не видали у нее платка? Расшитого цветами земляники. Как же я ей ее на свадьбу подарил? Я этого не знал. Я видел, как Кассио ее платком сегодня утром утирал свой... Подбородок. Крови! Крови! Спокойней, спокойней. Еще вы передумайте, спокойней, генерал. Спокойней, тише. Нет, ягда, никогда. Как в Черном море холодное течение день и ночь Несется неуклонно гельспонту, Так и кровавым помыслом моим До той поры не будет утоленья, Пока я в мщении их не залью. Клянусь с тобой, мерцающее небо, В святом сознании этих страшных слов Даю обет расплаты. Не вставайте, не вставайте, генерал. А есть актеры, без которых невозможен театр Некрошуса? Конечно. Есть актеры, которые мы еще старых времен работаем, И они меня не предают, и я их не предаю. И так, наверное, и будет и дальше. Я имею в виду актеров, которые с молодежного мы ушли тогда. До сих пор мы работаем. Чем больше я с ним знаком, там легче друг друга понимаем. И меньше слов надо. А это хорошо, когда меньше слов? Конечно. А вы любите помолчать? Ну, да, да. Но, к сожалению, надо... Моя профессия вынуждает меня говорить. А вообще вот вы любите быть один? Те, кто говорит, что любят одиночество, я не верю. Нет, никто не любит одиночество. Но одиночество бывает по вынуждению. И те, которые говорят, что... Или декларируют, что одиночество – это прекрасная вещь, это неправда. Это грустно. Декларируют, что любят одиночество. Это прекрасная вещь, это прекрасная вещь, это прекрасная вещь. Это прекрасная вещь, это прекрасная вещь. Это прекрасная вещь. И, конечно, это прекрасная вещь. И, конечно, это прекрасная вещь. Это прекрасная вещь, которая находится в пути, и ему... Он тоже не застрахован от каких-то промахов, ошибок, и он это признает. И когда я у него спрашиваю, почему у вас в тех же временах года так много музыки, с Вадимой Кроши отвечает, наверное, потому что моя режиссура оказалась не настолько велика, и настолько самостоятельна, и мне ее надо было подкрепить музыкой. Ну, скажите, пожалуйста, кто из наших современных режиссеров может критику в беседе сказать такую вещь? А есть у вас любимые спектакли? Без сомнения, вся его Шекспира, Шекспириада, не Крошуса, Гамлет, Магбет, это... Тела. Это просто великие творения. Я хочу увидеть. Просто я очень люблю, как и не курс, русскую публику. Русскую публику, потому что это богатая страна своим театром, актерами, историей. Ты просто знаешь, что ты можешь сыграть лучше, ты сыграл, все в восторге, я же знаю, как это есть. И он знает. И самое главное, нам уже не приходится долго говорить, плохо в спектакль шел или хорошо. Он знает, что я стараюсь отдать все, я знаю, насколько это ответственно, он смотрит на это. Плюс зал. Такая атмосфера, как в церкви или в костеле. Они дышали вместе. Вот это праздник, вот это... Это не бывает так редко. Это так часто. Это бывает редко. И это особенный зритель. Это особенный фестиваль. Я люблю этот спектакль, потому что он... Он как гвоздь в бит. Раганус, бракяйтус, камородот, и осьчонай. На! 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 Аштултас. Ведрудис ее рукой. И даугел, да китую, яме матыт, китые ищи жусу. Твикупайс кауплейс, и твикупу с кептру. Твикупайс кауплейс, и твикупайс кауплейс, и твикупайс кауплейс. Надо сказать, что вчера я видела в первый раз отелло, поскольку он был на фестивале в Торонье, в котором я часто участвую, как зритель, как член жюри и в разных ролях. Но я не видела. Вчерашний спектакль меня просто совершенно повалил. Сразил. Сразил, да. Мне казалось, что Владис Богдонас, мой любимый актер, просто был на вершине своего творчества. Так же, как в свое время в спектакле «Киросмани». Приду, сию минуту. Я подчиняюсь. Радость ты моя. Пусть суждена мне гибель в средних силах. Люблю тебя. Если разлюблю, наступит хаос. В мире это принято, чтобы балерины играли бы в театре. В Литве это не принято. До этого никто не делал. И не знаю, мне кажется, что, может быть, это и, как сказать, что это не может стать практикой. Мне кажется, это неестественно. Конечно, балерины, когда они взрослеют, просто когда становятся интереснее, как человек, то просто скакать, поднимать ножки, это становится уже не так интересно. Хочется думать про что-то глубже и создавать роль. Вот тогда драматический театр, он как бы ближе. Но я сама понимаю, что сам жанр, он слишком, ну, он совсем разный. Если некрозис меня пригласил, то я думаю, что и это чувствуется, что он очень хорошо знал, почему он это сделал. Ну, я знаю, может, некрозис, он сумел меня уверить, что Дездемона такая, как я, или я стала такой, ну, как Дездемона. Как она. То есть я, может, и старалась, потому что, я помню, мы очень много говорили с ним, и он меня уверил. Ну, мне нравится вот эта девушка. Я хочу быть похожей на нее. Смотри. Смотри, храни его, не потеряй. Неужто это правда? Поверь мне. Лучше бы я его и не видала. Вот как. Куда он потерял? Говори, пропал. О, Боже, сохрани. Как, не потерял? А если потерял, а что тогда? Как, что тогда? Принеси. Могу, но после. Это отговорки, чтобы о Кассио не говорить. Примни обратно Кассио на службу. Клаток. Опомнитесь. Прочь с глаз моих. Прочь. Прочь. Если говорить о поэтическом пространстве Отелла, то один из лейтмотивов этой пьесы – это лейтмотив моря, лейтмотив морской стихии. И вот на этом же лейтмотиве Некроша построил спектакль, пространство спектакля. Только у него два образа, два противостоящих друг другу образа, две метафоры моря. Образ огромного, безбрежного, свободного мира. Образ огромной, влекущей вселенной. С другой стороны, моря – это вот та страшная бездна, причиной смерти, в которую неизбежно соскальзывают люди. Но с другой стороны, с какой тонкостью и силой, и ясностью передана его судьба Отелла Дездемона, да и всех героев, как замечательно любит в этом спектакле. Как потрясающе Богдон сыграл любовь этого самого старого солдата. Как изумительный Эглиш Пакайте. Не только станцевала Дездемона, но и замечательно сыграла. Сыграла вот историю любви, люди и их судьбы, их любовь, их страдания. Вот о чем спектакля не крошится. А вовсе не только суть вот этих самых гигантских, значит, вещественных метафорах. Почему вот так мало играются ваши спектакли в Литве или в Вильнюсе? Во Франции, в Италии это получается более приемлемо для Минофортоса. Да, легче, проще, во всех отношениях. Но это не жаловаться, я не люблю жаловаться. Как есть, так и хорошо. Как есть, так и хорошо? Именно так. Бывает такое чувство, что новая работа не будет такой, как предыдущая? Может быть, но не надо бояться. Не надо форсировать себя, стараться перерасти или как-то. Значит, на данном этапе так и должно было быть. Что же остается? Раскаяние? Оно так много может. Но что оно тому, кто не раскаян? Ваш любимый спектакль режиссера Некрошуса? Ну, сейчас трудно сказать, потому что со временем как бы человек меняется, и его привязанности меняются, и то, что было, скажем, и дольше века длится день или квадрат, это тоже были какие-то вершины. Но это была молодость, это было совсем другое время, но это было очень хорошо, и как русские любят слово «гениально». Но это, да, это было. Мне очень нравится из последних работ это «Макбет» и «Фауст». Вы сказали, русские любят слово «гениально», а литовцы не любят слово «гениально». Нет, литовцы обычно стараются гениально думать о себе, но никогда другому не скажешь, что ты молодец, ты великолепно сделал, ты гениальный, ты такой хороший. Но я не говорю, что это касается всех, но это касается вот той братвы, театральной братвы, которая занимается театрами, так всегда скептично смотрит друг на друга, потому что они все гении. Но это гении дня, гении часа, и потом они у них не остаются. А Некрошис на всем этом протяжении столько лет, он всегда на вершине. Образное мышление не окрошится всегда очень конкретно, оно не высосано из пальца, оно всегда лежит в природе физического действия. Может быть, в этом плане он ближе к Станиславскому, чем очень многие те, кто клянутся в верности репертуарному театру, психологическому театру и тому подобное. Вот любимый нами с вами спектакль «Отелло» в сцене, когда он душит «Отелло Дездемону», всегда самых разных спектаклей. Была такая оперная история, оперная, да, взял, задушил, она упала, лежит. А это ведь тяжелое дело, задушить человека. Он и душит, она не душится. Он и душит, она опять встает. А дальше уже можно думать о том, что это любовь, которая не умирает, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Только гений мог придумать так, в этой сцене, которая имела балетные версии, оперные версии, драматические версии, придумать так, что он ее никак не может задушить. Это мог придумать только гений. Вот так я и думаю про Никрошиса. Конечно, я не признаю никаких границ. Тем более, никаких границ вообще не признаю. А во что вы больше верите или чему больше доверяете? Судьбе или своим силам? Конечно, судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok